Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте на канале ИТОН ТВ программа тема дня Сегодня я веду я Михаил Горин Мой собеседник, военный обозреватель Израильского еженедельника новости недели Давид Шарп Давид, приветствую вас Здравствуйте, Михаил Начнем с вопроса, который часто задают и нам в комментариях И вообще он звучит и в социальных сетях Да и в СМИ тоже Почему, несмотря на то, что Израиль практически захватил Южную часть Газы Хотя мы к этому еще вернемся, к особенностям Этого Хамас продолжает обстреливать Израиль, в том числе центр страны Во-первых, Израиль Мы говорим о северной части Газы Не южной О северной части Газы Да, я прощу, прощу, я говорю Мы чуть-чуть торопим события Это иногда не совсем верная интерпретация Заявлений наших политиков Или политиков, в основном военных Израиль далек еще от полного контроля Над всей северной части Газы Израиль довольно далек, то есть есть очень существенный прогресс Израильские силы АЦАЛа находятся в ряде ключевых точек города Газы Включая здание парламента Здание резиденции губернатора И много где, в том числе у больницы Шифа Заняли больницу Ронтиси Однако полного такого сплошного контроля безусловно нет И тем более, если мы говорим о таких, ну назовем это клоаках Как лагерь беженцев Джибелия и лагерь беженцев Шати Вокруг которого, кстати, в котором идут очень серьезные бои Так что до вот такого явного и четкого контроля еще довольно далеко Тем не менее, налицо заметная дезорганизация обороны Хамаса в Газе и вокруг нее И потеря им, скажем так, или во многих местах потеря управления и боеспособности Но опять-таки, общевойсковая операция, фаза еще не завершилась И им есть откуда стрелять Кроме того, есть откуда стрелять, собственно, из центра Газа и с юга Где, в общем-то, нет физического контроля и близко Хотя в центре кое-какие действия предпринимаются Однако мы видим налицо очевидный результат В том числе и именно наземной операции Стрелять стали гораздо меньше Да, когда мы с вами говорим Произошел недавно обстрел Ашкелона Во вторник вечером был обстрел В авторник вечером В понедельник вечером был обстрел центра страны Но количество обстрелов заметно снизилось Даже не по сравнению с первыми днями войны Когда они были просто колоссальны по масштабам А в сравнению с недавними еще событиями И это частично результат того, что армия физически находится в местах Откуда стреляли Проредила в том числе и запасы Буквально часть запасов была найдена на месте И нейтрализованы ракетные установки Тем не менее, важно понимать Для Хамаса это принципиально важный момент Стрелять до самого конца Пока только возможности позволяют И сегодня они ему еще позволяют это делать и на севере Тем более в центре и на юге С центра и с юга стрелять по некоторым районам Израиля Будет гораздо сложнее Или даже совсем не сподручно Но тоже возможно Например, Бершева Очень удобно обстреливается с юга Газы Причем Бершева город не просто большой по израильским меркам Он очень большой по площади И вот с юга Газы по дальности ракет 40 километров Это самое оно Для Хамаса, к сожалению, нужно констатировать И будут до последней секунды В буквальном смысле стрелять с севера Пока только могут Еще один важный момент С воздуха кое-как возможности Хамаса были прорежены Я имею ввиду ракетные Кое-где установки разряжены А в свете мощного давления армии на севере Сложно их перезарядить Буквально физически опасно И вот, кстати, если будет объявлено перемирие На несколько дней Это позволит Хамасу очень неплохо Много чего добиться В плане очухивания Если можно так выразиться И в том числе перезарядить установки Сменить позиции И усилить обстрелы После перемирия Это один из факторов Который принимается в расчет Почему перемирие плохо Особенно чем дольше, тем хуже Так что Ракетные возможности не нивелированы Но они снижаются постепенно Плюс Хамас вынужден экономить Понимая, что чем дальше война Нужно растягивать свои возможности Опа! Стоп! У меня тревога Да, тогда прячьтесь У меня нет И я с вами Тогда нужно будет переговорить Еще то, что мы Это самое Прячьтесь в любом случае Хорошо Да, но мы сделали небольшую паузу Вызванную как раз тем, что Центр страны был обстрелян Была тревога И мне пришлось отлучиться И прервать эфир Как говорится, что называется Накаркал Хорошо Хамас напомнил о себе Прямо по теме нашего разговора Да Я хочу вернуться к тому, что вы говорили Короткий вопрос То есть говорить о том, что Хамас Перестал контролировать север Сектора Неправильно Перестал контролировать полностью Неправильно Еще не перестал Однако уровень контроля Хамаса Заметно падает И в части района В самом деле Перестал А в части Налицо Некая дезорганизация Но до полного Потери Полной потери Контроля И исчезновения Хамаса Как организованной силы Об этом еще говорить рано Я имею в виду В северной части Сектора Следующий вопрос Вот если сравнить Нынешнюю Войну Которую мы ведем В секторе газы С теми Операциями Которые были До сих пор А последние Несколько Два-три года Их было немало Не одна Скажем так В том числе Достаточно Праволожительная Была одна Которая длилась По-моему Если я правильно Польше Пятидесяти дней Это в четырнадцатом году Да Вот если Можно ли их сравнить По степени Интенсивности Агрессивности Ведения Тому Как ведется Как ведутся Боевые действия По По потерям Которые несем И мы В том числе Совершенно Несравнимые вещи Относительно Сравнивать Уместно Лишь вот С операцией 2014 Года Когда была Наземная составляющая Впрочем Она носила Ограниченный Характер Уже сегодня Давным-давно Те масштабы Те дальности О которых шла речь Тогда И которые были Реализованы Уже сегодня Мы находимся В ином месте Совершенно И более того Воздушная составляющая На сегодня Была В этом случае Когда мы сейчас Обсуждаем В эти дни Гораздо более Агрессивная И более эффективная Я бы сказал Сегодня Израиль С большей Эффективностью Закрывает Огневые циклы Я имею ввиду Обнаружение Целей Цели Указаний Нанесения Удара То есть Здесь Скорость Принятия Решений Вернее Скорость Реализации От момента Получения Информации У противники И до реализации Ударом Она выше Чем тогда Заметно выше И масштабы Больше И кроме того Скажем так Жесткость выше То есть Если Израиль Тогда в тех случаях В четырнадцатом году И тем более В последующих операциях Где не было Наземной составляющей Накладывал на себя Массу Ограничений Которые уже Превышают Необходимость Которая есть По международному Гуманитарному Кодексу То сегодня Эти ограничения Минимизированы То есть Кое-где Все равно Израиль Не действует Так как мог бы Формально Например Та же больница Шифа Или другие больницы То есть Международное право Позволяет действовать Когда они используются Как военные объекты После предупреждения Не эвакуируются Однако Израиль Все-таки По разумным причинам Естественно По логичным причинам Те или иные действия Не предпринимает Масштабы Даже воздушных ударов И количественно И качественно Они значительно Превышают 14-й год А все последующие Операции Просто даже По воздушным масштабам Даже когда Поражалось Много целей Все равно И близко Не доходили До нынешних условий То есть Сегодня мы говорим И о количестве Сброшенных боеприпасов И о уровне Жесткости Который Заметно Повысился И соответственно Множество объектов Которые раньше Либо не трогали Либо трогали В последний момент Сегодня уже Не существует Север Противостояние Там С Хизбаллой Каждый день Практически Мы По нескольку Раз в день Мы получаем Сообщения Об обстрелах Перестрелках И даже Гибели Наших Военнослужащих И гражданских Тоже Скажите пожалуйста Что мы У нас уже Мы полноценно Воюем на два фронта Мы воюем На два фронта Где-то Можно сказать И на три И на четыре Однако Ну Три Два Три Четыре Пока еще Не масштабные То есть Не сняты Все ограничения И особенно Конечно Важно Это касается Хизбаллы Слава богу Как раз Потерь среди военных Не было на севере Уже очень давно Но однако Погибло двое Гражданских Относительно Недавно В том числе Сотрудник Электрической Компании Который Прибыл Устранять Повреждения Уровень Обмена Ударами С Хизбаллой Вырос Израиль Себе Позволяет Уже больше Пытается Показать Хизбалле Что не будет Играть По ее Правилам И наносит Удары По тем Объектам Которые Хизбалла Предполагала Видимо Что останутся В той или иной Безопасности То есть Израиль В ответ На удары Хизбаллы Постепенно Пытается Выбить ее Некий Приграничный Военный Потенциал Потому что Хизбалла Хоть и организация Полупартизанского Типа Но она И армия С другой стороны У нее Немало Складов Немало Тех или иных Ценных Объектов Безграницы И они Сейчас Довольно Планомерно Выбиваются И упор Делается На нейтрализацию Тех Групп Хизбаллы Боевиков Хизбаллы Которые Непосредственно Угрожают Израильским Опорным Пунктам Израильским Военным То есть Минометчикам И операторам Противотанковых Ракетных Комплексов Вот в рамках Такого Обмена Ударами Когда Хизбалла Перешла Все границы Разумного В общем-то Хотя это Я цинично Говорю Риски Того Что Война Перейдет На качественно Новый уровень То есть Уже Вот такой Бесконтрольный Они повысились При том Что обе стороны Воздерживаются От умышленного Умышленного Расширения Боевых действий Я имею ввиду До полного Полномасштабного До уровня Полномасштабного Кстати Хамас и Хизбалла Воздерживаются Несмотря на то Что Хизбалла и Иран Вернее Воздерживаются Несмотря на то Что прямо В эти дни И минуты Хамас На севере Газы Буквально Трещит по швам И разговор Идет о том Потерял контроль Или еще Процесс В самом разгаре Тем не менее Они пока Не решились Вот И пойти На такое Спасение Хамаса За счет Собственной Шкуры Но риски Очень велики Потому что Несрала Скажем так Потерял В какой-то мере Чувство Реальности Или же Он идет На это умышленно Но он теряет Понимание Того Что происходит На израильской стороне Такое уже было В 2006 году Когда он решился А потом Пожалел И сегодня Мы слышим Заявление И официальных Лиц Израиля Политиков Политического Руководства И военного И просто Рядовых Израильтян Которые все Больше Понимают Причем Не только Понимают Но и вслух Озвучивают С Хизбаллой Придется Разбираться Потому что Она показалась Во всей красе И Жить С вот Подобным Явлением Когда Хизбалла Когда захочет Может нас Атаковать В полной Мере Когда захочет В относительной Мере И мы должны Играть по этим Правилам Такой расклад Неприемлем Это осознают Это уже Озвучивают Но видимо Это не очень Понимает Насрала Его шеф Эфтегеране Либо Не понимают Но тогда Значит Их риск Был взят Что называется Осмысленно В любом случае Ситуация Очень непростая И конечно же Другие фронты Тоже присутствуют Прямо Когда мы с вами Разговариваем Закончилась Недавняя операция В Тулькарами В лагерях Беженцев Этого города Не менее Семи террористов Ликвидированы Удары С беспилотных Самолетов Наносились Как минимум Один Десятки Срывных Устроев Нейтрализованы В другие Дни Не будь Сейчас Войны Это было бы Главной Новостью Не только Этого дня Возможно Всей этой Недели А сегодня Мы это Рассматриваем Как нечто Полурутинное Третьестепенное Однако Это Вот вам Пример С Иудеи Самарии Вот я как раз Об этом Хотел спросить Вас Когда только Операция Начиналась Вернее Точнее До начала Высказывались Опасения Что В случае Наземной Операции Иудеи Самария Могут стать Еще одним Очагом Военных Действий Мы Близки К этому Или пока Нет Они Тоже Как и Север Являются Очагом Военных Действий В привычном Причем И очень Напряженном Режиме Количество Убитых Террористов За время Войны В Иудеи Самарии Террористов Участников Беспорядков Приблизилось К двум Стам Я уже Не помню Цифры А арестованных И задержанных Приближается К двум Тысячам Уже То есть Это Масштаб Действий Но С другой Стороны Что значит Потенциал Эскалации В Иудее Самарии То есть Активные Действия Отдельных Боевиков И небольших Групп Продолжаются И продолжаются Действия Армии Полиции Шабака По их Нейтрализации Прыжок Эскалации Мог бы быть Скачок Эскалации Мог бы быть Если бы Включились В борьбу В эту вооруженную Палестинские Силы Безопасности То есть Палестинская Полиция То что Примерно Было Во вторую Интифаду Когда многие Палестинские Полицейские Фатховцы И все По сути Участвовали В боевых Действиях И терактах Этого мы Не наблюдаем И пока Это нам Не грозит Хотя Исключать Такое Развитие Событий Все же Нельзя Но это Было бы Абсолютно Бесконтрольный Уже Выход Ситуации Из-под Контроля Властей Автономии И совершенно Необычное Событие Ну Если мы Говорим о Последних Чуть ли не Двух Десятках Лет Однако Исключать Такое Нельзя Этого Нет И нет Массовых Беспорядков Вот Что бы могло Быть Это некие Массовые Беспорядки Такие Вот Назовем Это Народное Движение В том числе В Восточном Иерусалиме И в частности В Старом Городе Всего Этого Нет По Хамасу В данном Случае Можно Констатировать Что Хамасу Не удался Вот Этот план Они Безусловно Рассчитывали На нечто Подобное И вот Здесь Я бы сказал Есть Больший Потенциал Опасности Вот Эти Массовые Беспорядки Однако При всей Неприятности Такого Рода Ситуация Она Может Должна Быть Под контролем Не зря Сейчас Очень Значительные Силы Задействуются Гораздо Больше Я имею В Иудеи Самарии Больше Чем В обычное Время До войны Часть Резервистов Заметно Именно Туда Переадресовано Более того Действуют Более Жесткие Нормы И по Открытию Огня И вообще По Пониманию Ситуации И это Позволяет Кое-какие Кое-какие Скажем так Сцены И ситуации Подавлять Взародыш В буквальном Смысле Слова Нейтрализовывать И примеры Действия Армии Армии Полиции Шабака В Тулькараме В Дженине Иногда Почти на Ежедневной Основе Когда регулярно Применяется Беспилотная Беспилотная Авиация Когда Террористы Несут Серьезные Потери Эти примеры Очень характерны То есть Делается То сейчас Что не делалось Буквально Годами Последними Годами Когда Армия Буквально Себя Ограничивала Возможности Нанесения Потерь Боевикам В том же Дженине Иногда Даже Американцы Вмешивались Не дай бог Убьют Пять человек За раз Это Боязнь Эскалации Боязнь Стратегических Идей Нашего И политического И военного Руководства В том числе И в Дженине И Тулькар Из-за этого Воздерживались От активных действий Сейчас они идут Еще один Ну Фронтом Это назвать Нельзя Но тем не менее Попрошу вас Прокомментировать Обстрелы Реальные И нереальные Эйлата Как известно Опасность Здесь Исходит Из Йемена От Хусита Во всяком случае Так сообщается Это пока Не опасность Для нас Или Недостаточно Серьезная Опасность Чтобы предпринимать Какие-то Жесткие Меры Или У Израиля Вообще Нету Рычагов Воздействия На эту Опасность Это опасность Это опасность Серьезная В ЭЛАД Тут правда Нужно сделать Небольшое Разделение В ЭЛАД Прилетевший Беспилотник В ЭЛАД Который попал В школу И даже Нанес материальный Усерб Он прилетел Из Сирии Важно понимать Не из Йемена Орданию Это был привет От проиранских сил Видимо Иракцев Разновидности Иракских милиций Находящихся В Сирии Однако Хуситы Обстреливали Израиль Уже неоднократно В том числе Дважды Как минимум Дважды Баллистическими Ракетами Средней дальности С боеголовками В сотни килограмм Боеголовками И кроме того Крылатыми ракетами Попади Эти крылатые ракеты Кстати Беспилотники Которые Перехватывались Ранее Израильтянами И попадя они туда Куда хотели В этих местах Был бы нанесен Очень серьезный ущерб И возможные жертвы То же самое Баллистические ракеты Точными их Правда Вряд ли назовешь Но попадание В город Или скажем так Удачное попадание Это значительные жертвы И значительный ущерб Более того Хуситы Могут и желают Повторять И буквально Буквально Во вторник Их Главарь По сути Их лидер Заявил Что собираются Искать Израильские суда В Красном море И пытаться Атаковать И в Красном море В районе Бабальмандепского пролива И в принципе Вдоль побережья Красного моря А оно узкое И это Играет на руку Тем Кто пытается Атаковать Судоходство С берега Так что Это еще одна Серьезная опасность Причем Это опасность И для мирового Судоходства Тоже Если куситы Начнут бесчинствовать Так что Куситы Это серьезная проблема И если бы неудачные действия Противоракетной И противовоздушной Обороны Израиля Американцев И говорят Еще кого-то Иногда Саудовцев То могли бы быть Результаты Хуже У Израиля Есть возможности Безусловно Нанести удар По хуситам Если мы говорим По хуситам Потому что Хуситы Действуют По наущению Ирана И тут Не стоит ли Наказать Иран Так или иначе За это И дать Ирану Понять Что такие Действия Не могут быть Безнаказанны По хуситам Можно И отбомбиться С воздуха Причем Да с дозаправкой Да расстояние Большие То тем не менее Можно нанести Удар с моря Если будут Находиться Поблизости Израильские корабли Тут я ничего Знать по поводу Их нахождения У берегов Йемена Но вопрос Упирается Не в расстояние В том числе Он во многом Упирается В наличии Банка целей У хуситов У Израиля По хуситам Я надеюсь Что над банком Целей работали Во-первых Последние недели Во-вторых И давным-давно Когда знали Что хуситы Могут атаковать Израиль В любой момент Об этом речь Шла уже Не один год Но что есть В реальности Я не знаю Кое-какие цели Безусловно Должны быть Их вполне можно достать Но здесь Кроме того Что более того Это не отвлекло бы Серьезных сил Ни от газа Ни от севера Слетать к хуситам С дозаправкой Выбомбить Икс объектов Вполне можно Хуситы правда Весьма и весьма Толстокожие Они привыкли К войне Саудовцы Бомбили их Беспощадно Не один год И поэтому Таких ценных И интересных Объектов Военных И полувоенных Они конечно У них имеются Но У них в общем-то Лимит потерь Видимо достаточно Большой Они готовы Терпеть И они это Понимают Они понимают Возможности Израиля Почему Израиль Не ударил Я считаю Что по всем Нормальным Причинам Израиль уже давно Должен был ударить По хуситам И постараться Сделать это Болезненно Для них Насколько это Возможно Предположу Что здесь Были какие-то Настоятельные Подковерные Просьбы Совета Совета Национальной Безопасности Впервые Из таких Высокопоставленных Политиков В том числе Премьер-министра Высказался По поводу Того Как долго Может вестись Война Он выступал На заседании Комиссии По иностранным Делам И обороны Кнессета И там Он сказал Что Война Может длиться Около года Чем на ваш взгляд Обусловлен Такой Ну достаточно Длительный Период Конкретной Оперативной Обстановкой Тем Что нам С чем мы Столкнулись И чего Не ожидали Столкнуться В Газе Почему Я думаю Что Ну Мне сложно Расшифровывать Посторонних Я предполагаю Что он не имеет Ввиду И близко Конечно Общевойсковые Фазы Войны В Газе Он имеет Целый ряд Фаз В том числе И контроль Уже ту Которая Если мы Исходим Из того Что Израиль Доведет До конца Задуманное И возьмет Под контроль Газу И одержит Победу Базисную Победу Над Хамасом То ведь Далее Идет Фаза зачистки И возможно Удержание И того Или иного Контроля Когда Все равно Продолжаются Хоть и ограниченные Но боевые действия Они потребуют Некоторого Количества Сил В Газе И вот Это все Это И этот Процесс Обеспечения Безопасности Я назовем это Так Стабилизации Его Если его Добавить К войне То тогда Это может быть Какой-то Длительный Неопределенный Срок Я не думаю Что активную Фазы Должны Продолжаться Год Это никак Не вписывается Ни в какие Сроки Он видимо Рассматривает В более широком Поле Эту операцию Но отдельно Есть возможность Серьезного Обострения В Ливане И тогда Могут Поменяться Приоритеты Сдвинуться Сроки И так далее И так далее Хотя сама Ливанская Операция Тоже вряд ли Должна быть Очень длительной По объективным Причинам Однако сроки Тогда могут Быть сдвинуты Учитывая В общем Когда мы говорим О годе Надо понимать Самые разные Фазы В том числе И такие Которые уже Не являются Классической войной Давид Спасибо Что были с нами За ваши комментарии На этом все Напомню Что моим Собеседником Был израильский Военный обозреватель Давид Шарп До свидания Спасибо И вам Михаил До свидания